Никогда не ставьте цветные пломбы своему ребенку. Цветные пломбы действительно очень нравятся детям, и весь процесс становится такой игрой, когда ребенок может сам выбрать цвет пломбы. По идее, это должно помочь адаптировать ребенка к лечению, но на практике, если ребенок боится, то никакая цветная пломба не заставит его сесть в кресло. Главный недостаток цветных пломб это в том, что они состоят из компомерного материала, который по своим характеристикам очень сильно уступает композитным материалам. Компомерный материал обеспечивает недостаточное краевое прилегание. Это означает, что пломба вроде прилипает поначалу к стенкам зуба, но проходит совсем короткое время, и она начинает отцепляться от краев, что приводит к вторичному кариесу и отлому стенок. Как для постоянного, так и для молочного зуба очень важно сохранить анатомию при реставрации. Но, используя компомерный материал, это невозможно сделать, поскольку материал вносится одной большой порцией, и сделать все фиссуры, все углубления и все бугры становится практически невозможным. Из-за химических свойств компомерного материала пломба стоит нормально 2-3 года, после чего ее необходимо заменить, чтобы не происходило разрушение зуба. А в наше время есть материалы, которые могут постоять до смены зуба, и нет необходимости снова уговаривать ребенка проходить через неприятности лечения. В Дентал Фэнтези мы ставим пломбу один раз, и она служит до смены зуба молочного на постоянный, и не требует...